Все лето в Лицким районе ураджайно-зерневых и зернебобовых только крыху перевысило 22 центнеры с гектара, а в некоторых господарках она была и ниже. У вынику было намолочено у всего 45 тысяч тонн зерня. Что тычется корму, то зараз нарыхтованы 21,5 центнер кормовых одинок на умолную голову. Мясовые аграры и таки выник связывают с надворьем, и червенская спякота на самой справе повплывала на посевые травы, а лишь списывать все только на природу лечить керавник района Сергей Ложачник не льга. Проблемы он бачить у опрацолцы Глеба, а докладней у неправильным яе узворванни. От его залежат все наступные процессы, тому помылок на этом этапе быть не повинно. Первым, чем вывести технику в поле, механизатору необходимо подрыхтовать и тракторы на вязный агрегат. Если они будут наладжены, то и выник будет поведным. Привожу выражение известного немецкого ученого Гюнтраканта. Он говорил так, что плуг разогнал голод, как керосиновая лампа тьмы. Но в неумелых руках он уподоблен брытве в лапах обезьяны. Если его не настроить правильно, то он делает больше вред, чем пользе. С чем это связано? Мы берем простой обыкновенный деревенский конный плуг. Там всего лишь один корпус. Если спросить крестьянина, легко ли им пахать качественно с одним корпусом, он может сказать, что это не очень. Надо иметь определенную сноровку, достаточно крепкие руки. Здесь же мы с вами минимум четыре, а максимум двенадцать. И каждый должен работать совершенно одинаково. А это очень сложно. С точки зрения конструктивного устройства, там все предусмотрено. А вот регулировки, начиная с подготовки самого трактора, как тягового средства, и плуга, их там очень много. Ну, а если взять еще такой аспект, что плуги же мы не часто меняем. У нас и денег на это нет, и приходится работать с плугом, которому 8-10 лет к этому времени уже износился, там появляются дополнительные зазоры. Поэтому получается работать уже с таким плугами, это, я бы и не назвал, это сверх какое-то искусство. Середний взрос механизатора у господарка Хлицкого района перевышает 45 годов. Я недавно скончили навучальные установы, а на измену колешней технице пришла сучасная, высокопродукционная и худкосная. К обнаей працавать задача – необходные отповедные веды. Гутерка с удельниками семинара показала – веда у них не хапая. На больше испытаний у зададенных керовником района и в ученым на контподрыхтовке тракторовый плугол отказов не было. До того, что техника сельхазпродприемства Можейкова, якая была выкористана для проведения в учебы, так само была наладжена неправильно. А янаш выходила у поля, и не один год. Казалось, простая, обыкновенная операция, как спашка почвы, где простые люди не видят какой-то там глубины. Но вот мы уже с вами здесь два часа, два часа просто обсуждаем элементарные даже настройки подходов, настройки трактора, конкретных плугов и так дальше. И, конечно же, можно понять, что просто без знаний к этому вопросу даже и подходить не нужно. Потому что даже просто элементарные настройки агрегатов, они дают колоссальные изменения в экономии топлива, выработке, конечно же, заработной платы механизатора и урожайности в последующем. Будут это зерновые культуры или просто кормовые культуры. Но и нельзя забывать о таком важном моменте. Сегодня мы с вами работаем на высокопроизводительной технике. И от того, как мы с вами проведем даже просто спашку почвы, это дальнейший шлейф нашей работы. Он не будет иметь, если не качество произвести спашку, он не будет иметь таких результатов, на которые мы как минимум рассчитываем. Как у Яроцки не просто в ученые. У минулым он механизатор, тому ведая працу в поле от А до Я. Ведая, что может стану учат биться на працулцы Глебы, а что негативно. На семинары в Лицком районе он не раз подкреслил, что рыхтовать трактор и плуг треба только на мех дворы. У поля работать это складано. И что помеж собой они должны быть допасованы. Продемонстрировал приборы, которые проверяют готовность техники, показал, какими корыстаться, и дал парады, как догрузить колы, рыхтующий трактор до узворвания. Звернув увагу на необходимость уличить при выполнении этого процесса пару годов и стан земли. Сегодня стоит задача показать, что нужно сделать с трактором, что нужно сделать с плугом, прежде чем пустить его в поле. И после того, как мы здесь об этом скажем, мы увидим поле, и там появляются новые вопросы, как правильно организовать работу. Чтобы, как говорил Энгельгард, чтобы не тот пахарь, который хорошо пашет, а который любует на свою пашню, чтобы можно посмотреть, сказать, да, вот это действительно пашня. Вот это и задача наша сегодняшняя, чтобы люди, ушедшие отсюда, сказали, да, оказывается, можно все сделать. Но для этого надо знать. Веду, что процессы хлеба потребны не только механизаторам, а также экономистам и бухгалтерам. Старшиня Литского района Канкама отзначил, сядеть в кабинетах им не дозволить, и они повинны быть у поля и сочить за якостью ворова. Только так можно будет добиться росту покажчиков, причем не только при процессе хлеба. У сельских господарцев все взаимозвязано. От поля залежит у раджа зерневых и кормов. Будут тут добрые личбы, почнут расти надои и приваги, а значит и заробок вязковцев. В господарках Литского района есть широк проблем, какие, опера кананы Сергей Ложачник, можно выращать с допомогой в ученых. Есть проблемы, но мы их будем решать вот так вот точечно. Это уже второй семинар, который мы проводим при помощи наших ученых-аграриев, ученых-аграриев-практиков. Люди, вот, к примеру, когда мы проводили прошлый семинар наш, это по перезалужению, по растеневодству, приезжали ученые из нашего зонального института, который располагается в Щучине, рассказывали, показывали на практических советах. Вот мы сегодня будем также планировать нашу дальнейшую работу в хозяйствах. Плануется, что в ближайший час директор Центра повышения квалификации кирующих работников и специалистов Могилевского Аблсельгас Харча Яков Яроцкий наведая кожную господарку Литшины. Сробить огляд техники и параить специалистам, что треба робить при подрыхтовке тракторов и навязных агрегатов. А так само поделиться с акритами працы у поля, к опьяну радовала ВОКа и давала отдачу.